А 16 марта в Сыктывкаре начнет работу научная конференция по электронной письменности народов России. Заявилось более 100 представителей из 10 стран. Некоторые участники уже прибыли, с ними пообщалась Анастасия Тюрнина. Башкирская делегация прибыла в КУМИ заранее и неспроста. Кандидат филологических наук Зинур Саразидинов признается, что приехал набраться опыта. Второй день ознакомится с работой Центра инновационных языковых технологий нашей Академии Госслужбы. Этот центр является известным не только в Российской Федерации, но и далеко за ее пределами. И у этого центра есть очень хорошие наработки. Меня интересуют наработки по созданию корпуса диалектных текстов. Центр уже давно ведет такую работу, у них исследования ведутся по диалектным текстам, собранный материал. А мы у себя, у Фед только приступаем. У нас, значит, взята тема, корпус диалектов башкирского языка. И я думаю, что мы здесь очень много полезного подчеркнем. Электронные образовательные ресурсы, библиотеки, словари, энциклопедии, переводчики, функционирование языка в интернете, поддержка национального компонента. Одновременно развернется сразу шесть секций. Мы поговорим, как живет язык в интернете, в разных соцсетях. О каких-то конкретных явлениях, которые встречаются каждый день. Мы используем электронные словари, переводчик и так далее. Эта секция проработает оба дня. Во второй день участников секционных заседаний объединит круглый стол по вопросам компьютерной поддержки языков и четыре мастер-класса. Один из них научит делегатов готовить электронные пособия по изучению родного языка. Именно такие не первый год используют в гимназии искусств при главе КОМИ. Выполнив электронные задания, ученик сам может оценить свои возможности. Программа ставит оценку автоматически. Сделать это очень просто. Если готов материал к уроку, можно подготовить за пять минут. Поэтому и хочется поделиться знаниями с участниками конференции. Пусть пользуются на уроках. Тем, кто не сможет принять участие в конференции, организует онлайн-трансляцию и вебинар мастер-классов. Вопросы по электронной письменности будут интересны всем, говорят организаторы. Если язык входит в систему киберпространства, значит у него есть будущее.